Всем привет, друзья, и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про рейты. Выясним, что же это такое и с чем их едят, и как их настроить на своем тенивупе. Но при этом, если вы хотите настроить рейты на каком-либо другом коптере, то это видео также будет для вас полезно, потому что сегодняшний метод настройки подходит абсолютно для любых видов дронов. Точнее, для любых видов квадрокоптеров. Будем различать эти понятия, потому что дроны — это более обширное понятие. Скажу сразу, что идея сегодняшнего видео абсолютно не нова. Она была взята из видео Джошуа Бардвелла. Если вы его не видели, рекомендую очень посмотреть. Там он подробно разбирает настройку рейтов. Ну а мы же сегодня попробуем сделать то, что он рекомендует делать для того, чтобы подобрать идеальные рейты. Посмотрим с вами наглядно, как ведет себя дрон с теми или иными рейтами. И также в конце видео хочу попробовать поиграться с кривой газа, так как в комментариях мне тоже по этому поводу писали. Ну и хочу посмотреть, что из этого выйдет. Потому что до этого я кривую газа не трогал. Она у меня линейная. И всегда меня это устраивает. И также сам газ я не ограничивал программно. То есть сколько мощи есть на дроне, столько я и оставляю. Многим новичкам же будет полезно изменить газ для того, чтобы немного обуздать дрон. Ту же мобовую восьмерку, например, если у кого-то она первым дроном выступает. Поэтому также попробуем что-либо сделать с кривой газа и посмотрим, что из этого выйдет. Друзья, также в очередной раз хочу сказать всем спасибо, кто подписался на канал. Приглашаю также всех, кто этого еще не сделал, подписаться. Аквареум Мистикой FPV. Пожалуйста, подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы. Очень приятна ваша обратная связь. Стараюсь ко всему прислушиваться, на все отвечать. Поэтому давайте взаимодействовать, давайте общаться. Ну и без лишних слов приступаем к сегодняшним испытаниям. Ну что ж, друзья, давайте разберемся с вами, что же есть такое эти наши рейты, которые мы все так хотим настроить идеально, чтобы летать как лучшие пилоты. По сути, рейты представляют из себя скорость вращения дрона по тому или иному направлению, когда мы отклоняем стик до упора или не до упора. Значения эти измеряются в градусах, указывается количество градусов, на которые будет вращаться дрон за одну секунду. То есть, если мы, например, по роллу установим 360 градусов, здесь мы поставим 0 и уберем экспо, то за одну секунду по роллу дрон будет делать у нас полный оборот, один полный оборот, если я отклоняю стик газа до предела. Если же я отклоняю стик газа до половины, то он будет вращаться ровно в половину медленнее, то есть примерно 180 градусов в секунду. Полный оборот за 2 секунды. Если же до конца стик, то 360 градусов. Как вы можете видеть, отклонение у нас идет по роллу линейное. И если мы будем стик отводить, то линейно будет увеличиваться и количество градусов, на которые вращается дрон за одну секунду. Изменить линейность этого показателя мы можем двумя способами. Или выставить минимальную чувствительность, например, скажем, 10, ну или пусть будет не 10, а 50, и максимальный коэффициент, скажем, 900. И здесь мы видим, что вот наша красная диаграмма газа, точнее ролла, прошу прощения, уже становится изогнутой. Это означает, что чем дальше мы будем отводить стик по роллу, тем быстрее будет вращаться наш коптер. Коптер у нас почему-то пропал. И второй способ это сделать, когда мы выставляем, например, сразу чувствительность по центру, скажем, 200, здесь у нас пусть будет 1050, мы можем также изменить еще более, сделать ее кривой с помощью экспо. Экспо у нас и отвечает как раз за изогнутость этой линии. Если мы сделаем экспо 1, то ровно, почти ровно до половины у нас будет, при отклонении стика, почти ровно до половины у нас будет скорость вращения 200 градусов. Но как только мы заходим за половину отклонения стика, мы начнем быстро двигаться в сторону 150 градусов. И чем дальше мы отклоняем стик, тем быстрее мы вращаемся, движемся. Это нужно для того, чтобы мы могли как и летать в спокойном варианте, так и делать какие-то флипы-роллы полным отклонением стика, когда нам нужно, чтобы дрон двигался как-то резко. Также с уровнем экспо можно играться, то есть здесь нужно тоже пробовать все на себе и подбирать по вашему усмотрению. И предлагаю начать сейчас эксперимент совершенно не с уразных рейтов, так скажем. Поставим по 10 и уберем максимальный коэффициент. Ну, точнее, он тоже у нас будет по 10. Экспоненты поставим по 0 и проверим, сможем ли мы так полететь. Сохранить. Ну и погнали, проверим, что из этого выйдет. Вот так у нас движется сейчас дрон. На мой взгляд, летать будет невозможно, но проверим. Ну и первый наш полет на сегодня будет на самых минимальных рейтах. У нас стоит всего по десятке на центральной чувствительности и на максимальных рейтах. Посмотрим, что из этого выйдет. Полетели? Вау! Так, ну смотрите, я в принципе вращаюсь. Нормально даже вращаюсь. Но, конечно, стиками нужно прям хорошенько отводить. Хотя... Но стики, да, конечно, приходится прям... Ох! Очень сильно отводить приходится стик. Но, тем не менее, я лечу. Так. И вот точности мне уже, видите, не хватает. Например, выбраться отсюда я уже не смогу из-под стола. К сожалению. Хотя... В принципе, смог. Ну, я весь такой ватный, короче, прям очень сильно... Не знаю, некомфортно так летать, конечно, совсем. Заносит очень-очень сильно так. Контроль, конечно, теряется. Теряется контроль, друзья. Поэтому это не вариант. Летим на базу. И сейчас будем пробовать другие варианты. Долететь бы. Все. Прилетели. Ну что ж, друзья, на удивление, скажу я вам, что вполне возможно летать. Я думал, честно говоря, будет хуже. Но некомфортно. Это вы сами видели. Поэтому сейчас попробуем что-то более приемлемое. Скажем, например, по 150. Тоже линейный, без экспо. И посмотрим, что у нас выйдет из этого. Ну что ж, друзья, мы изменили рейты, поставили что-то более удобоваримое. По 150 сейчас попробуем. Также пока без установки максимальных. То есть просто 150. Линейные рейты, без экспо. Полетели, попробуем. Летаем в обычном режиме. Как говорил Джошуа Бардвелл, без каких-либо выкрутасов. Но вот когда мы максимальные будем рейты настраивать, то там уже мы как раз их и будем настраивать под выкрутасы. То есть, например, что мы сейчас видим. 150, в принципе, я летать могу. В принципе, видите, пролетаю даже через ворота. Терпимо все. Но все равно мне, конечно, не очень комфортно до сих пор. Потому что по сравнению с моими стандартными, это низковатые рейты. Так, залетели куда-то. Продолжаем. Все равно слишком ватный. Ватный еще дрон пока что для меня. Ну-ка попробуем. Ну, видите, да. Не очень хорошо получается у меня. Попробуем пролезть здесь. То есть, точность исполнения хромает при этом. Но, с другой стороны, он не так резко откликается. То есть, для новичков, возможно, что это будет даже лучший вариант ставить низкие рейты. Как и писали в комментариях у меня во многих, что лучше новичкам ставить рейты пониже. И здесь я полностью согласен. Вам просто будет проще изначально управлять дроном. Вы можете отклонять стик, и он не дергается резко, все происходит плавно. А когда вы к этому привыкнете уже, то можно будет и добавить скорости, резкости и так далее. Так. Ну, в принципе, 150 уже норм. Давайте попробуем 200. Да, друзья, 150 это уже что-то более похожее на правду. Это практически комфортные для меня рейты. То есть, летать тоже можно, но еще недостаточно комфортно. Но, тем не менее, уже гораздо комфортнее, чем было с десяткой. И сейчас проверим, по 200 поставим. Это уже мои, можно сказать, привычные рейты по центру, но без максимального коэффициента и без экспо. И посмотрим, что выйдет из этого. Здесь уже дрон будет двигаться, ну, побыстрее. Проверяем. Ну, и теперь попробуем на 200. 200 без экспо, также только по центральной мы выставили 200. Это мои стандартные рейты на центральной чувствительности. Но, в отличие от стандартных, мы не ставили максимальные рейты сейчас. Поэтому попробуем на 200. Мне кажется, что мне это даже будет комфортно. Так, почему-то я не лечу. Так, технические палатки исправлены. Полетели. Ну, и вот здесь уже, да, видите, можно контролировать речи. Да, 200 мне уже попривычнее, конечно. Уже можно что-то по речи делать, пролетать. Ну, и тем не менее, видите, все-таки не так точно я все это делаю. Но это явно приятнее, чем первый полет на 10 рейтах. И, казалось бы, в принципе, так бы можно было где-то дело и оставить. И летать себе спокойно. Вот так выставить 200 рейты центральной чувствительности. И летать. Но, если я захочу, например, сделать ролл, то давайте посмотрим, что произойдет. Я смог его сделать. Вы смотрите-ка так. Я думал, что я не смогу. Собственно, почему я и делал себе высокие рейты в свое время, которые максимальные. Из-за того, что у меня не получалось сделать ролл на 6-й мобуле. Но на 6-й, справедливости ради, его сложнее делать. Там ей мощности не хватает. Семерка она как-то лябок подрывает. И, в принципе, успевает, успевает подорвать. Но тоже, видите, не очень быстро, не очень комфортно. Поэтому сейчас попробуем выставить все-таки максимальные рейты дополнительные и посмотрим, что у нас из этого выйдет. Друзья, рейты по 200 уже прям, можно сказать, практически идеал. То есть, можно было бы их так и оставлять. Летается довольно комфортно. На удивление, даже смог сделать ролл, как вы видели. Поэтому, я думаю, что такой вариант тоже приемлем. Но сейчас будем экспериментировать дальше. Оставим также по 200 и поставим теперь еще максимальные по 900. И попробуем, что выйдет из этого. Ну и теперь я выставил, помимо 200 по центральной чувствительности, максимальные рейты по 900 везде. Друзья, можете ставить любые цифры, то есть, с этим нужно играться, именно самому чувствовать. Нет каких-то определенных цифр, все зависит от ваших ощущений. То есть, ставьте, пробуйте любые цифры, не бойтесь, просто вы в любой момент можете все вернуть обратно, поэтому с параметром рейты нужно именно подстраивать его под себя. Ну и посмотрим. Экспо я сейчас не выставлял. Попробуем пролететь на рейтах не линейных, но с минимальной, с чувствительностью по центру 200 и с максимальной 900. Без экспо. Обычно у меня экспо стоит, скажу сразу. Так, пробуем. Ну, это уже почти что мои обычные привычные рейты. То есть, здесь я уже себя чувствую гораздо лучше. Единственное, что у меня на стандартных рейтах стоят максимальные не по 900, а по 1050, если не ошибаюсь. Но не на всех. Я даже, честно говоря, цифры не всегда запоминаю, потому что я рейты иногда перекручиваю. Если мне нужно запомнить предыдущие, какие были, я фоткаю просто. Вот я сейчас для эксперимента просто зафотил свои прежние рейты. Но опять же, не факт, что я их именно верну, потому что такой параметр, его не страшно менять и наоборот порой даже полезно. Ну, вот видите, здесь уже мне гораздо покомфортнее. это практически мои стандартные рейты. В принципе, если бы мне никто и не сказал, что вот сейчас там экспо не стоит или стоит, и что вот они немного изменились, чем до эксперимента, я бы, не заметил. то есть даже экспо не особо здесь нужен. И давайте попробуем теперь сделать тот же ролл. Ну, вот он как-то крутится, мне кажется, все равно не так быстро. Но хватает. Угу. Ну, в общем, вот этот вариант мне уже прям гораздо больше нравится. И в принципе, я думаю, что на сегодня на нем можно будет и остановиться, потому что не думаю, что большой разницы мы еще заметим. Посмотрим, я дальше сам еще может немножко понастраиваю, либо верну к тем же значениям, но они там сейчас не сильно отличаются от тех, которые сейчас. Надо, что максимальные рейты чуть больше стоят. И экспо выставлен. Хотя даже вот сейчас мне вполне комфортно летать, то есть у меня есть запас хода стика, мне не приходится делать какие-то маленькие движения, то есть могу спокойно разгуляться, и при этом точность не хромает. Ну и как вы видели, это уже можно сказать мои идеальные рейты, то есть на этих я могу летать спокойно даже без экспо, несмотря на то, что на моих стандартных рейтах чуть выше коэффициенты и стоит экспо, но даже с такими параметрами мне вполне комфортно леталось, поэтому такой вариант вполне приемлем. И сейчас мы с вами проведем теперь небольшой эксперимент, попробуем полетать на очень высоких рейтах, каково это будет и что нам это даст. Линейные рейты, сразу чувствительность по центру по 2000. Как вы видите, дрон просто сходит с ума, если мы что-то делаем, крутится как угорелый, и посмотрим сейчас что из этого выйдет. Ну и теперь друзья проверим с вами немножко побалуемся так скажем, поставил центральную чувствительность по 2000 рейты, посмотрим что из этого выйдет. Не повторяйте это дома друзья. Так, так, стоп, я не могу лететь. Как видите друзья, я практически не шевелю стиками, потому что любое движение стиками приводит тут же движению дрона и так летать еще более некомфортно чем на 10 рейтах наверное. Хотя если приловчиться можно я думаю. Но как видите здесь запаса хода стика не остается совсем. И вот важно в подборе рейтов найти идеальный баланс между тем чтобы у вас и стик отклонялся довольно сильно но при этом чтобы и точность у вас была чтобы это не было ватным движением дрона когда вы отклоняете стик и спустя минуту движется дрон то есть нужно найти баланс но вот здесь видите я летаю и стиками практически не шевелю то есть я еле их касаюсь и дрон летит так быть не должно если вы чувствуете что вы практически стики не отклоняете когда летаете то это не хорошо значит рейты нужно снижать у вас должен быть запас хода стика поэтому так не вариант хотя вот стул пролез ну такое себе скажем так да друзья не повторяйте это дома во избежание неприятных последствий но летать некомфортно так потому что практически не двигаются стики и точность страдает максимально поэтому такой вариант нам не приемлем а сейчас давайте посмотрим просто что у нас делает экспонента то есть мы проверим ну точнее посмотрим на примере как это работает то есть мы вот ставим минимальные рейты по 10 по 2000 максимальные и 1 экспо то есть у нас примерно до половины отклонения стика будет 10 видите я отклоняю и дрон еле движется но как только я перехожу половину отклонения дрон сходит с ума то же самое по яву здесь просто чтобы вы увидели что такое экспо что такое экспонента и для чего она собственно нужна ну и посмотрим на примере ну и теперь посмотрим на наглядном примере друзья как работает экспо то есть что он дает вот сейчас я выставил единицу и ровно до половины стика до половины отклонения стика у меня будет 10 градусов экспо не экспо прошу прощения рейты а после отклонения стика 50% будет идти 2000 градусов рейты в секунду поэтому проверим посмотрим так ну видите вот я летаю отклоняю стик до половины и все так вальяжно но но если я захочу сделать ролл так я в кота не попал нет кучи по бразильской системе тренируюсь друзья постоянно боюсь кота попасть но ни разу еще не было никаких инцидентов плохих так ну вот видите до половины я летаю спокойно как только отклоняю больше половины сразу начинается резкость так пробуем еще раз даже вот появу взять вот например так я кручусь нормально а так начинается карусель вот налетаем и карусель опа ну да летать так конечно друзья не очень особенно по дому опять же те кому нужно настроить рейты на более крупных коптерах например то вы делаете все то же самое также по очереди их выставляете и летаете по улице по двору по полю где вы там летаете и смотрите какие рейты вам больше подходят и ищите как раз этот баланс между резкостью точностью и скоростью которые вам комфортны все это сугубо индивидуально друзья мы же сегодня настраиваем рейты для теневупа но скоро я доберусь также и до кругса 35 полетаем на улице на нем все это будет поэтому на канал обязательно подписывайтесь друзья планируется еще много разных видео тем и всего прочего буду рад очень вашим комментариям обратной связи но я мы пока летим на базу что друзья надеюсь вам стало понятно что такое экспо и для чего она нужна посмотрели с вами как это происходит в реале и сейчас хочу попробовать также поиграться немного с кривой газа точнее с пределом газа потому что я считаю что кривую менять не нужно линейная меня вполне устраивает а вот с пределом сейчас хочу поэкспериментировать потому что в комментариях писали что ограничить можно дрон по газу и не важно что мобула очень резвая то есть новичку можно просто выставить газ вот сейчас хочу как раз это проверить сюда ни разу честно скажу не лез и вот здесь сейчас читаю что это вообще такое предел газа вот можно выставить масштаб или обрез масштаб преобразует диапазон дросселя от 0 до выбранного процента используя полный ход стика то есть условно если я поставлю здесь 50 и сделаю масштаб у меня в самом верху газа будет 50% моего привычного газа и есть обрез обрез будет устанавливать максимальный газ и удерживать его движение стика выше этого значения не будет иметь никакого дополнительного эффекта то есть если я скажем выставлю 50 и поставлю обрез то по идее при достижении 50% стиком далее в виде стик ничего происходить не должно ну что же давайте попробуем сейчас я поставлю масштаб и поставлю например 50 то есть ограничим газ на 50 и посмотрим что из этого выйдет ну и кривая газа друзья сейчас проверим как она может программно изменять наш уровень газа на дроне что весьма актуально для новичков и для дронов помощнее таких как могла 7 и могла 8 если вы летаете в доме поэтому сейчас и проверим сейчас я выставил 50 уровень газа который должен распределиться по равномерно по всему движению стика то есть тот газ который раньше у меня доходил до 50 теперь если я стик буду полностью выдавливать это будет должен быть тот уровень газа который раньше у меня был 50 теперь проверим так ну и что у нас выходит но честно сказать я не особо замечаю чтобы как-то хотя хотя слушайте по-моему да я просто не пойму изменился или уровень газа но по-моему да например теперь нужно было как-то по-другому это дело замерить сейчас попробуем еще раз чтобы точно удостовериться что он изменился потому что пока я сильно этого не ощущаю друзья ну что-то я не понял что вообще из этого вышло по-моему ничего не вышло давайте чтобы удостовериться что все работает сейчас поставим здесь поменьше газ чтобы точно было понятно что что-то изменилось пока я не ощутил изменений давайте поставим 25 и также масштаб то есть по идее при отклонении стика до конца у меня должно только четверть мощности дрона выдаваться то есть по логике чтобы взлететь я должен газ практически до конца буду отводить если даже не до конца смотрим что у нас выйдет сейчас так ну и чтобы точно удостовериться что уровень газа меняется я теперь поставил максимальный газ в 25 и теперь когда я буду выдавливать на 100 это по идее 25 всего лишь мощности и ты могло должно быть но я чего-то опять не пойму мне кажется что не меняется потому что ну либо я что-то не понимаю мне кажется если бы он менялся то я бы ну почти до конца до конца выдавливал бы сейчас газ чтобы лететь а я все так же летаю поэтому подскажите друзья в комментах что я делаю не так почему у меня газ не ограничивается или может ограничивается да я не понимаю но нет не должно бы такого быть 25% газа ему только для взлета хватало то есть по идее я должен бы выжимать троттл на всю и еле-еле взлетать а я как бы лечу нормально либо давайте сейчас проверяем обрезку поставить друзья и снова я чего-то не понимаю не работает у меня эта штука почему-то давайте чтобы убедиться поставим обрез и так же 25% газа сейчас проверим по идее вот когда я буду до четверти стика отклонять дальше ничего не должно происходить давайте проверим теперь так ну и друзья теперь проверим так же 25% уровень газа я выставил но поставил обрез то есть по идее когда газ сейчас будет доходить до 25% отметки он должен бы дальше ничего не делать но вот пока что заглушенными моторами доходит до 100% попробуем пролететься и как видите я лечу друзья у меня газ не меняется почему это происходит я не знаю пожалуйста напишите в комментариях я пробовал и ставить по масштабу газ и обрезать но тем не менее он летит у меня так же как обычно не пойму в чем дело потому что до этого с кривой газа я даже и не занимался никогда ничего с ней не делал из-за того что линейный газ меня вполне устраивает честно скажу я не знаю зачем на него ставить экспо особо я привык к линейному и мне как бы ничего не нужно а вот сейчас просто хотел проверить как работает именно ограничение газа потому что многие в комментах под прошлыми видосами писали что ну и что что могло там 8 очень резвое нужно ограничить эта программа ну вот друзья подскажите как это сделать потому что у меня бетафори меня не слушает и газ ограничивать не хочет что я делаю не так прошу вашей помощи также друзья отмечу как вы можете видеть по яв у меня стоит чуть больше чувствительность по центру и меньше экспонента связано это с тем что чувствительность по яв действительно иногда лучше ставить выше почему когда мы летим совершаем какие-то движения нам нужно управлять и стиком газа то есть вверх вниз его вводить и в то же время вправо влево поворачивать дроном согласитесь что когда мы отклоняем когда нам приходится сильно отклонять стик вбок и при этом управлять уровнем газа это не очень удобно поэтому есть смысл по яв ставить немного больше рейты таким образом у вас для поворота сильно стик газа не придется отклонять он у вас будет практически в центре всегда и будет проще управлять в то же время уровнем газа но опять же это не значит что он должен у вас стоять прям по центру вы вообще не должны шевелить пальцами у вас должен быть некий запас хода поэтому здесь тоже перебарщивать не нужно но обратите внимание что действительно возможно есть смысл по яву ставить рейты чуть больше опять же повторюсь это все абсолютно субъективно если вам это не подходит то значит не подходит не нужно на кого-то равняться и делать именно так как делает другой пробуйте все на собственном опыте здесь есть смысл в том чтобы подобрать рейты которые подойдут именно вам ну что ж друзья вот такое сегодня у нас получилось видео надеюсь вы сможете сделать какие-то выводы ко мне пришел помощник ну что ты помощник ну что ж друзья вот такое видео у нас сегодня получилось я надеюсь что вы сможете сделать какие-то выводы что оно будет для вас полезно и поможет подобрать именно ваши рейты на которых вам будет комфортно и удобно летать и с которыми вы будете просто показывать высший пилотаж на своем коптере основные выводы которые мы можем сделать из этого видео что нам нужно определиться с центральной чувствительностью стика и максимальными рейтами то есть нам нужно подобрать баланс между скоростью и точностью выполняемых действий например на высоких рейтах нам будет сложно выполнять какие-то элементы точно потому что стик практически будет не двигаться и выполнить элемент точно коротким движением стика гораздо сложнее чем когда у вас есть запас в его ходе движения поэтому пробуем все на собственном опыте сравниваем и делаем выводы касательно рейтов по оси яв возможно их стоит сделать немного больше так как это поможет вам при выполнении каких-то быстрых движений более точно их выполнять потому что потому что если мы отклоняем стик по оси яв сильно и при этом нам нужно управлять еще уровнем газа это может быть не так комфортно чем когда у нас стик газа практически по центру все время то есть нам для того чтобы повернуть не нужно сильно его отклонять и тем самым нам не будет мешать управление самим газом поэтому по яв есть смысл сделать рейты чуть выше или снизить экспоненту но опять же здесь все чисто субъективно только на ваше усмотрение с газом у меня сегодня ничего не получилось друзья напишите пожалуйста в комментариях что я делал не так с экспо я и не планировал играться а хотел вот именно проверить как выставляется уровень газа в бета флае но почему-то он у меня не выставлялся как вы видели дрон летал абсолютно одинаково прошу напишите в комментариях что я делал не так возможно в следующих видео я просто сделаю пояснение для подписчиков чтобы было понятно как же все-таки настроить уровень газа ну что ж друзья всем спасибо кто досмотрел это видео до конца пожалуйста подписывайтесь на канал комментируйте задавайте вопросы очень приятно получать от вас обратную связь плюс радует что в основном всегда это или конструктивная критика или какие-то предложения то есть смотрит меня публика адекватная чему я несказанно рад давайте продолжать в том же духе больше подписчиков больше видео всем спасибо друзья всем всего доброго и пока пока субтитры сделал DimaTorzok